Тут у нас праздник, события большие, сутки, выставки Дали, мы все рады, такое важное культурное событие у нас в то время как в Эрмитаже прошла выставка, значит что у нас Бомпей и Геркуланум, коллекция Кампана, теперь привезли ассирийские древности из британского музея, а у нас опять Талия. Но, тем не менее, это событие натолкнуло нас на готовность, чтобы в архиве Александрова сохранилась небольшая коллекция меморий, связанных с сюрреалистами. В лучших традициях московского выставочного дизайна в залах кромешная тьма, в которой вот таким мертвенным светом выделяются работы художника. Но наше внимание привлек вот этот портрет знаменитый испанского режиссера, кинорежиссера-сюрреалиста Луиса Бенуэля. Дело все в том, что с Бенуэлем Александров во время своей заграничной поездки несколько раз встречался. Вот эта фотография, на которой Эйнштейн изображен с Бенуэлем, была сделана в ноябре 1930 года в Голливуде. Отпечаток фотографии в архиве сохранился из Эйнштейна, который сейчас врагали, а во внуковском архиве сохранился негатив. И это позволяет нам считать, что снимок делал сам Александров. Но раньше, в начале этого года, еще весной 1930 года, их пути пересеклись в Париже, когда оба они работали на киностудии в Бьянкуре, снимая свои фильмы. Бенуэль снимал «Золотой век». На сценарием, в котором принимал участие Дали, Айнштейн и Александров снимали сентиментальный романс. На вот этом снимке, который снят как раз на студии в Бьянкуре, и видна вся группа, у рояля исполнительца главной роли Мара Гри, рядом с ней Эйнштейн, внизу Эдуард Артисе и по центру Григория Васильевича Александров. Общее между фильмами, как ни странно, было, несмотря на то, что они абсолютно различны. Но, во-первых, и тот, и другой фильм были заказаны меценатами в подарок жёнам меценатов. «Золотой век» спонсировал граф Шарль де Нуай, очень такая знаковая фигура для парижской богемы, меценат, который как раз поддерживал группу сюрреалистов. А вот на этом снимке мы видим как раз Бенуэль, он стоит сзади, на первом плане композитор Жоржу Рик, а рядом с ним Шарль де Нуай. Здесь граф изображен со своей супругой Мари Лёр, которая была как раз активной покровительницей Дали. Меценатом сентиментального романса выступил Леонард Михайлович Розенталь, тоже довольно знаменитый персонаж в своё время, сейчас забытый, который получил прозвище короля жемчуга, поскольку он был самым крупным торговцем драгоценностями в Париже. Условия его заказа были несколько иные. Сам он приехал в Париж через Турцию из Владикавказа, вкусы его были довольно консервативны, и к тому же условием его заказа было необходимое участие в фильме его возлюбленной, гражданской жены Мары Владимировны Якубович, которая как раз и взяла псевдоним Мары Гри. Видим Леонарда Михайловича, он справа с бородой, рядом с Александровой Мары Владимировны и рядом с ней её младшая сестра. Визуальное решение обоих фильмов до сегодняшнего дня поражает воображение. В сентиментальном романсе, конечно, это великолепная операторская работа Эдуарда Тиссе. Но, несмотря на всё различие и значимость этих фильмов, между ними существует ряд перекличек. Во-первых, и в том, и в другом пристальное внимание к предметам, к предметному антуражу, который в фильме выполняет функцию вовсе не антуража, а наделяется особой значительностью наравне с главными персонажами. Камера внимательно, очень пристально ощупывает все предметы, детально на них останавливается, наделяя их какой-то особой внутренней значительностью, которая чувствуется зрителем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Записные книжки Александрова хранят как раз следы упорной работы над визуальным решением фильма. В них вклеены популярные тогда в Париже открытки известного скульптора Пьера Имана, русского, кстати, по происхождению, который для популярных парижских домов мод делал из воска манекены. И эти манекены просто сами по себе воспроизводились на фотографиях. Конечно, в этом чувствуется вкус времени и вкус парижской публики, уже вдохнувший, так сказать, аромат сюрреализма. Наряду с этими пугающими своей натуралистичностью манекенами в фильме предполагалось использование, и так и получилось, классической скульптуры. Съемки проводились и в музее Родена, и ряд памятников Родена был включен в фильм. Естественно, в отличие от Эйзенштейна и Александрова, Бернель чувствовал творческо себя более свободным, имея возможность активно применять в работе над фильмом новые творческие приемы, в частности, прием сопоставления игры актеров с неодушевленными предметами той же самой скульптуры. И Эйзенштейн и Александров этого были лишены, поскольку задачи, которые ставил меценант, были совершенно другие. Бернель, не зная этого, долго и упорно критиковал фильм. Особенно его досаждали эта пара лебедей, причем он присутствовал во время съемки в Динном пруду этой сцены и долго не мог просить Эйзенштейну то, что этот кадр был включен в фильм. Эйзенштейн Эйзенштейн